В этом выпуске налегке врываемся в последний месяц лета на крутом OpenAire A-Fest и масштабно празднуем ребрендинг ведущего оператора мобильной связи. Не переключайтесь! Съемочная группа программы «Налегке» приехала на четвертый летний OpenAire фестиваль A-Fest, который традиционно проходит в Ложеском парке и собирает рекордное количество гостей за счет бесплатного входа и разнообразных активностей. Надо отметить, что в этом году организаторы подготовились действительно основательно, заранее запустив промо-компанию с темой феста «Олдскул» и анонсировав мощный лайнап. Оля, привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, вообще про историю фестиваля, в который раз, чем удивляете в этом году? Фестиваль A-Fest, европейский фестиваль пива и еды, проходит уже в четвертый раз в Ложеском парке. Традиционно локацию мы не меняем. Она очень полюбилась минчанам. Все с удовольствием приходят, гуляют, развлекаются, участвуют в активациях различных, выигрывают сувениры, идут на фудкорт, пьют пиво, слушают музыку. В общем, все прекрасно, все довольны. Если говорить об истории фестиваля, то несколько лет назад мы задумались о том, что в Беларуси на самом деле нет вот таких крупных масштабных пивных фестивалей. И очень важно, что наш фестиваль остается бесплатным. Это единственный летний опен-эр такого масштаба с бесплатным входом, когда все абсолютно желающие могут прийти и приобщиться к культуре европейского отдыха, посидеть на траве, на пледах с друзьями, поболтать, пообщаться. Фишки фестиваля в этом году, их несколько, но самое главное – это наша олдскульная зона, а фэшн. Мы в этом году решили поиграть на тему олдскула. Добрый! 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 Не знаю, можно было сругаться, но это как «Зашибись». «Зашибись»? Я использую это слово. Ребята, как дела? Мы уже посмотрели по картинке, очень европейская, очень атмосферная. Скажи, пожалуйста, немного о лайнапе, да? Как подбирались артисты, опирались на какие-то свои вкусовые предпочтения или смотрели, за кого топят сейчас мельчане и белорусы, в принципе? Ну, конечно, мы старались удовлетворить всех. У нас в лайнапе абсолютно разные стили, начиная от фанка, от таких цыганско-балканских мелодий и заканчивая, конечно же, роком и попом. Открывали наш фестиваль «Плюмпум», это такой джипси-бэнд, как мы их называем, местная гуголь-бардела. Следом за ними фан-группа «Грувдилерс», потом играла Полина, и хоть ее альбом называется «Грустные песни», абсолютно они не грустные, да, это электронная популярная такая музыка. Сейчас прямо на сцене зажигают украинцы от Орвальд. Мы впервые привезли эту группу именно на фестиваль в Беларуси. Мы надеемся, что публика оценит их по достоинству, потому что ребята действительно очень крутые участники многих фестивалей. Дальше, конечно же, наш белорусский хедлайнер, это группа «Нискис», ее знают, мне кажется, все эти гитарные романтики. Покорили уже сердца, наверное, десятков тысяч человек, если не сотен и не только в Беларуси. Они передадут эстафету украинской группе «Бумбокс», ну, «Белые обои», да, все знают. Я надеюсь, что споем многотысячным хором на фесте и завершит музыкальную программу европейский хедлайнер, это Кей Моро. Я думаю, под его «Let's go» все тоже будут танцевать. У нашей съемочной группы есть свои предпочтения, свои любимые артисты, и это Полина, наша любимая Полина, поэтому мы ее украли уже после выступления для того, чтобы поболтать. Полина, ты единственная девочка сегодня на фесте, насколько я знаю, на сцене. Ну да, враждаю. Да, абсолютно точно, да? Скажи, пожалуйста, мы были недавно на твоем практически квартирнике в Меломанах, там своя особая аудитория, очень красивые люди, я несколько раз пересматривала сюжет, очень красивая ты. Скажи, каждый раз вдохновляясь на определенный образ, чем руководствуешься, что вдохновляет? Ну, например, во всем есть, конечно, продуманность. Вот сейчас я делала фату, потому что это все-таки парк, и если бы комары напали на мое лицо, то были бы проблемы. Да, а поэтому, то есть это как бы и фата, и москитная сетка, поэтому вот, ну, главное, это практично в любой одежде. Слушай, ну, на фесте своя определенная аудитория, да, мы не будем говорить, какая хорошая, плохая, везде классные, крутые есть зрители, просто залетные какие-то ребята, которые приходят посмотреть, да, но есть для, как для артистового восприятия, когда приходят конкретно на тебя, и когда ты просто выступаешь вместе со всеми в лайнапе на таких больших мероприятиях? Честно говоря, любая аудитория, она очень особенная, и я не могу сказать, что вот это все можно обобщить, и если это фестиваль, то там будут вот такие люди и такие. И здесь, например, были моменты, когда ты видишь, что вот люди идут, вот они остановились, и вот они пошли дальше. Были моменты такой очень сильной энергетики, которую ты получаешь от толпы, условно, да, и это тоже было прекрасно. Не могу не спросить про «Позови меня с собой», я расшарила его у себя на фейсбуке, и его репостнуло, наверное, какое-то бешеное количество моих подписчиков, потому что все в восторге. Позови меня с собой, я приду сквозь злые ночи, я отправлюсь за тобой, чтобы путь мне не пророчил я. Приду туда, где ты нарисуешь в небе солнце, где разбитые мечты обретают снова силу высоты. Почему «Позови меня с собой»? На самом деле, я не знаю, почему так сложилось, это правда такая главная песня моего детства. Вот я других не помню, я помню вот это, я танцую у бабушки на зеленом покрывале, в спальне, и мне очень хорошо. И у меня был довольно тяжелый месяц, у меня ушел дедушка, и для меня вот это было таким символом того, что правда, ну, время уходит, а мы остаемся здесь, и очень важно помнить, что было тогда, и нести это вместе с собой дальше. Полина, ты волшебная, мы тебя любим, спасибо. ТВ3 самый интеллигентный канал, пропустил всех вперед, поэтому нам остается время только на два вопроса. Саша, привет. Привет. Я знаю, что вы только приехали с феста на море, правда? Да. С Краснодара. Да. Расскажи, чем отличается южная публика от нашей? Тем, что там горячо, и ребята хотели действительно нас услышать. Несмотря на то, что line-up, вернее, время нашего выступления дико сместилось, фактически на 4 часа, и мы встречали рассвет на сцене, самые стойкие люди, это приличное количество людей осталось, и к нашему удивлению пели песни и белорусские, и русские в равной степени. То есть повторяется история, да? Потому что, когда выступаете вы у нас в Беларуси, все поют, в том числе и я, практически все песни, я признаюсь честно. Да, там остались ярые по ходу наши друзья, поклонники нашего творчества, за что им спасибо большое, им пообещали вернуться. Когда взорвется звезда, возле подъезда, мы так похожи, когда поем. Мы были на вашем концерте в прайм-холле, зажигали не по-детски. Скажи, пожалуйста, чем отличается, в принципе, выступление? Я знаю, это очень глупый вопрос, но на самом деле все спрашивают, да? Когда огромный парк, когда просто бывают залетные зрители, не те, которые пришли исключительно на вас, да? Но отдача все равно бешеная. Чем вот конкретно для тебя, как от артиста, отличаются выступления под открытым небом на таких опен-эйрах и когда люди приходят конкретно на вас? Ну, тут элемент, скажем, соревновательный какой-то. То есть ты в неподготовленную публику идешь, выходишь. То есть один на один, фактически. И ты должен за время, которое тебе предоставлено, завоевать ее. Если не завоевать, то хотя бы не оттолкнуть от себя и удержать. А сольные концерты – это, естественно, люди, которые пришли конкретно тебя послушать. И не то, чтобы ты знаешь, что от них ожидать, но, по крайней мере, ты надеешься на то, что люди адекватно будут воспринимать то, что ты исполняешь на сцене. Я вспомню страшно, я на строке дитина. Мабуть, все еще призна людина. Так голод не пиздрогу міти, пулина. Поліна, я на колінах. Тож не люблю нігала в слоні крику. Коли не в своє справи люди бхуть пику. Это все пусте, однажды, пулина. Поліна, я на колінах. Дякую за перегляд! Привычная всем черно-желтая вывеска VL.com уходит в историю точно так же, как и становится в истории 20-летнее развитие мобильного оператора, который сегодня стал настоящим телекоммуникационным провайдером А1. Новые горизонты, новые возможности и, конечно же, новое устройство от компании А1. Смотрите прямо сейчас. Да, действительно, сегодня компания завершила вторую фазу ребрендинга. Сегодня мы называемся уже А1. И я, как руководитель, отвечающий за корпоративный сегмент, могу лишний раз акцентировать, что за все эти годы мы успели завоевать репутацию лучшего провайдера для корпоративного сегмента. То наследие, которое бренд VL.com передает А1, оно замечательное. 59% наших клиентов называли нас лучшими в сегменте услуг для корпоративного сегмента. По-многому отбазировалось, конечно, на качестве услуг мобильной связи. Но сегодня мы предоставляем в том числе услуги фиксированной связи и ИКТ. И наш дата-центр, который крупнейший в стране, является основой, краеугольным камнем вот этих технологий ИКТ. И как дополнительный акцент, новость сегодняшнего дня, мы получили сертификат ISO 27201 по поводу сохранности клиентских данных по всем технологиям нашего дата-центра. И теперь обладаем, в общем-то, всеми сертификатами, которые нужны для дата-центра PCI DSS, ISO 27201 и на предмет соответствия регулированию ОАЦ при президенте Республики Беларусь. Поэтому искренне приглашаем к корпоративному сегменту и воспользоваться нашими услугами. Сегодня мы предоставили на рынке второй групповой проект, наш смартфон A1 Alpha. Уникальное сочетание технических характеристик, которого и установлены на него цены, не имеет аналогов на рынке. Каждый покупатель, который придет сегодня и в ближайшие дни, и даже недели за телефоном A1 Alpha, получит уникальный подарок, который состоит из защитного стекла на экран и дополнительного чехла бампера. Мы вкладываем чехол в каждое устройство, но это еще один дополнительный, уже более стильного графитового цвета для любителей таких строгих дизайнов. В первую очередь готовы сказать о том, что ВОКО 5 лет, мы празднуем наш первый маленький юбилей, первый день рождения, и 16 августа пройдут мероприятия, посвященные данному событию, и ребрендинг в первую очередь, наверное, коснется нисколько сервиса ВОКО, потому что сервис ВОКО, он и останется доступным для всех абонентов, любых операторов в нашей стране. Ребрендинг коснется кинотеатра, который до сегодняшнего дня назывался Волком Синема, а уже с 12 августа называется ВОКО Синема. Да, мы запустили первый пока канал в разрешении 4К, это канал, связанный с модой, канал фэшн 4К, но данное количество каналов мы будем увеличивать, потому что наша платформа, наш сервис позволяет показывать эти каналы в хорошем качестве и не нужно предпринимать каких-то технических средств для того, чтобы донести данный контент, данные каналы для зрителя. Белорусский язык, он был и остается очень важным атрибутом для дифференциации нас от других операторов. Мы продолжаем радовать наших зрителей переводами фильмов 4К, буквально на прошлой неделе мы добавили новый фильм, поэтому данный тренд будет продолжаться и будет еще больше фильмов в белорусской озвучке, будет больше сериалов как онлайн в кинотеатре, так и оффлайн на нашей платформе. Поэтому говорите по-белорусски и смотрите на белорусском языке на нашем сервисе. Любимый кинотеатр Велком Синема остался таким же уютным, но слегка изменил название. Теперь это Вока Синема. Точно так же может поменять название и ваш дом, превратившись в умный дом с помощью новой технологии от компании А1. Мозгом всей системы, то есть сердцем системы, является многофункциональный роутер, который вы можете увидеть под телевизором. Суть в том, что это многофункциональный ресурс, объединяющий в себе несколько систем. Это мощный роутер, работающий на двух диапазонах 5 ГГц, 2,4 ГГц. В том числе это 3G и 4G модем, устройство со встроенным аккумулятором, для того, чтобы можно было ему продолжить работать, даже если питание пропадает. И самое основное, это собственно центр управления уведомлениями из умного дома, то есть сердце самой системы. Также у нас здесь представлены несколько видов датчиков позади меня. Основной комплект датчиков включает в себя 4 датчика. датчик задымления, датчик протечки, открытие двери и датчик движения. Я надеюсь, что вы вчера также нашли возможность поприсутствовать на нашем концерте замечательном. Мне кажется, сама погода благоволила всему этому. Субтитры сделал DimaTorzok Большой концерт под открытым небом от компании VOLCOM, которая становится компанией A1. Это действительно широкомасштабное событие для нашего любимого города. Группа без билета Маранди и Гаран Брегович. Несмотря на погоду, здесь действительно тепло и приятно. Поехали! Виталий, добрый вечер! Привет и здравствуйте, уважаемые телезрители канала ТВ-3! Совершенно верно! Спасибо, что узнали нас сразу! Вы можете с первого этажа мне в домофон позвонить, я уже вас узнаю. Итак, Виталий, ну вот один из прощальных концертов, верно? 28 декабря у нас заявлен прощальный концерт в Минске. То есть до декабря еще время есть. Отлично! Скажите, Велком становится А1, а может быть без билета просто переименуется или будет новый проект? А как бы вы хотели? Я бы ни в коем случае не хотел, чтобы без билета пропало. Но, понимаете, дело в том, что Байконур 66 мы с ребятами каждую субботу поем на гитаре во дворе. Вместе с нашим продюсером и со всеми. Вот. Вы уже стали легендой, поэтому, конечно, можно уйти на пике, но можно продолжить и сделать еще круче. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok